В эфире библейский портал Экзегет. Нам пришел вопрос, может ли священник принимать в дар от прихожан недвижимость? Я думаю, может, но он не должен этого желать. В Священном Писании очень много говорится о том, что дары Божии должны быть именно даром. Даром получили, даром давайте. То есть ни у одного священного действия не должно быть цены, поэтому так диссонируют с Евангелем ценники на требы в храме. И сейчас, слава Богу, все больше и больше храмов Русской Православной Церкви, где эти несовместимые вещи более и не совмещаются. «Пастырь ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и негосподствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Это так. Но с другой стороны, мы можем открыть послание Коринфянам апостола Павла, 9 глава, 1 послания Коринфянам. «Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вола молотящего, а в Аллах ли печется Бог, или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовно, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не пачили мы, однако мы не пользовались всей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. «Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь велел проповедующим Евангелие жить от благовествования, но я не пользовался ничем таковым». Это было сознательное решение апостола Павла. Он был, как известно, девственник, не создавший семью человек. Более того, он имел профессию, и многократно об этом он говорил, и из книги «Деяния» мы об этом знаем. Он имел наследственную профессию, он изготавливал палатки. Скорее всего, это были палатки для римских легионеров. И, скорее всего, его родители так и получили свое гражданство римское, потому что легче всего было поручить вспомогательным организациям при римской армии, которые в течение долгого времени работали на ее обеспечении, или вспомогательным войскам, инженерным и каким-то другим. И вот, видимо, за счет этих палаток они и получили свое гражданство, благодаря которому апостол Павел не был распят и не был бечован во время своего последнего прихода в Иерусалим, и был отпущен из темницы, потому что нельзя было без суда вергать туда римского гражданина по закону. И он этим занимался специально зачем? Чтобы никто не мог упрекнуть его в корысти. Поэтому, когда он в послании к Оринфянам говорит о том, что он день и ночь, он без сна и без устали, он днем принимал людей, у него попечение всех в церквах. А ночью он делал эти палатки. И, если я не ошибаюсь, в течение двух лет жизни в Эфесе, он как раз, придя туда, нашел людей, которые занимались этой же профессией. И это были ученики уже Христовы. И он, Прескил и Акил, если я не ошибаюсь, и он у них в сотрудничестве с ними обеспечивал свою земную жизнь. Но надо понимать, что если сейчас мы пойдем прямолинейно по этой схеме, и священник начнет искать себе жалования где-то еще, то он должен будет устраиваться на работу. Тогда, допустим, его могут не отпустить на праздник Вознесения Христова, который всегда приходится на четверг. Или на Казанскую, или на Николу, который приходится на буднях. Мало какой священник сможет выдержать пять дней в неделю работы, и еще суббота, воскресенье самые благодатные, самые счастливые, самые радостные дни для священника. Но при этом физически самые тяжелые. И если так будет, он вообще не будет видеть своих детей. Это значит, что все поповичи, большинство из них, будут вырастать, и многие из них будут вырастать вне веры. Он же должен когда-то и своей домашней церковью заниматься, просто с женой своей общаться. Потому что если не общаться с супругой, то постепенно любовь и сохнет. И семья священника будет антипримером. Поэтому, наверное, священник не должен ни за что никаких цен назначать в храме, не должно быть цен ни на что. Наверное, он не должен ожидать ничего, запретить себе внутренне, потому что страсть сребролюбия – это страшная страсть. Она разрушает все, к чему прикасается. Но если вдруг священнику что-то посылает Господь через другого человека, он должен со смирением это принять. Известен случай, когда один молодой ревностный священник в Санкт-Петербурге в начале XX века отказывался принимать деньги на требах, за что был отчитан достаточно сурово святым праведным Иоанном Кронштанским, который сказал ему, что это ты по гордыне так делаешь. Ты должен со смирением принимать. И я знаю много священников, которые никогда бы не смогли заработать себе на жилье. Им кто-то его подарил. Это дело Божие. Человек, допустим, дает какой-то подарок священнику или помогает ему содержать семью для того, чтобы священник не думал об этом, а больше занимался проповедью, исповедью, богослужением. Это участие какого-то состоятельного человека в жизни церкви. Вполне разумное и, мне кажется, совершенно непредосудительное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok